Станция Луна-25, главная надежда российского космоса, рухнула на поверхность земного спутника и похоронила с собой еще одну отечественную межпланетную программу. Запуск был проведен успешно, выход на окололунную орбиту тоже. А вот более важный и сложный этап, прелунение, прошел не по плану. Плоды многолетней работы инженеров разрушились о поверхность спутника. Гражданское восприятие российской космической индустрии за неделю прошло путь от возрожденной гордости до горечи. Космос всегда был социально важен для нас и во многом являлся отражением всей государственной системы. Сегодня мы обсудим проект Луна-25 и возможные причины его провала. Луна-25, задуманная в конце 90-х, как всегда и бывает, была проектом тяжелой творческой судьбы. Последний подобный проект Луна-24 был запущен еще в 1976 году. Тогда все прошло крайне успешно. Аппарат мягко сел на Луну, доказал наличие там воды и даже доставил лунный грунт на Землю. После этого человечество к белому шарику в небе охладело, а с ним переориентировались в своих исследованиях и советские ученые. Десятилетия лунного безвремения закончились стараниями профессора геохимии Эрика Галимова. В 90-х он продвигал в высших кругах свою идею о том, что исследование Луны нужно продолжить. Но теперь уже не только для научных целей, но и для более практических. Например, для будущей добычи лунных ресурсов вроде Гелия-3, потенциально очень экономичного и безопасного альтернативного топлива. Спустя много лет уговоров новый проект исследования Луны получил название «Луна-Глоб» и стал обсуждаться в высоких кабинетах. Но потом с ним случился Роскосмос. Назывался он тогда иначе, но действовал очень узнаваемо. Вместо «Луны-Глоб» финансирование получил всем известный проект «Фобос-Грунт», чьей задачей было повторить успех Луны-24, но уже в отношении Марса. Предполагалось, что через годы полета он привезет на Землю Грунт со спутника Марса Фобоса. Все работы по менее политически интересной лунной программе были приостановлены. Все финансы и усилия было решено сосредоточить на «Фобос-Грунте», а Луну имейте в виду только по остаточному признаку, чтобы все марсианские наработки потом по возможности применить и для исследования Луны. Ситуация на глазах всей страны изменилась в 2011 году после оглушительного провала «Фобос-Грунта». Безумно дорогой и амбициозный проект не смог не только достичь Марса, но даже покинуть орбиту Земли. 5 миллиардов тогда еще сильных рублей не смогли даже нормально улететь, зато роскошно поплавали в Тихом океане. Неудачу такого космического масштаба тогда открыто критиковали даже по федеральному телевидению. В те времена это было еще сравнительно можно. Расследование неудачи взял под свой личный контроль сам Дмитрий Рогозин. Сейчас это звучит как заголовок и апанорамы. Но для будущей Луны-25 этот инцидент стал вторым рождением. Все фобосовские наработки, на которые рассчитывал Роскосмос, пришлось отбросить как неэффективные и выстраивать лунную станцию на совершенно других принципах. Тут надо сказать, что неудачи — это в космических делах нормально. Не бывает 200 успешных запусков ракеты Falcon 9 подряд без периода предварительных испытаний, при которых случаются аварии, изучаются их причины и вносятся изменения в конструкцию аппаратов. А вот что ненормально — это когда крупные проекты запускаются раньше срока из политических соображений, чтобы успеть на лунный Южный полюс раньше Индии. Вернемся в 2012-й. Тогда на заседании Российской Академии Наук было принято решение сделать следующий межпланетный проект сравнительно несложным, чтобы снизить вероятность ошибки и как бы заставить российский космос заново научиться ходить. Удивительно, но именно эта инициатива сделала Луну-25 столь компактным и компромиссным решением, которое простыми способами могло бы заниматься множеством трудных и полезных задач. Но потом случился Крым. Санкции больно ударили по идеям создания нового оборудования для космических проектов и отодвинули сроки еще дальше. Зато пошло бодрое сотрудничество с Европейским космическим агентством. Влияние великих российских физиков там было еще очень сильно. Умная посадка будущих лунных проектов должна была обеспечиваться с помощью навигационной камеры от Европейского космического агентства под названием «Пилот-Д». Но потом случился 22-й год. Сроки снова сдвинулись, потому что ЕКА разорвало с России все сотрудничество по Луне и даже потребовало снять свою камеру с российской станции. Луне-25 пришлось садиться на спутник своими силами. Результат вы знаете. Луна-25 должна была искать и исследовать лунный лед, анализировать лунный грунт вместе с летучими соединениями в его верхних слоях и отработать технологию мягкой посадки для будущих миссий. Это помогло бы освоить спутник в будущем. Станция несла на себе много научной аппаратуры. Во-первых, огромную роборуку с роскошным ковшом для выкапывания лунного грунта и сразу несколько приборов для его всестороннего анализа. Отдельный детектор исследовал бы количество воды в грунте, а особый монитор изучал бы лунную пыль, которая куда опаснее и острее земной. На станции были также обогревающие всю систему генератор РИТЕГ, солнечные батареи, отдельная система антенн и блок управления всеми научными приборами. Все это вместе выполняло бы главные задачи миссии и позволяло работать даже после ледяных лунных ночей. Ведь полярные условия на Луне очень отличаются от экваториальных условий там же. На полюсах супернизкие температуры, без прямых лучей Солнца. Туда сложнее сесть, не запнувшись об изгиб или кратер. Но для чего же выбирать именно южное приполярье? Потому что огромные залежи лунного льда находятся именно там. И, во-первых, это значит, что в случае успешного исследования в будущем завозить воду на Луну не пришлось бы. А, во-вторых, воду можно прямо на месте разложить на кислород и водород, что может открыть совершенно новую страницу космических путешествий. Дитям мороженое, водород кораблям на топливо, а кислород космонавтам в легкие. И вот она, Луна. Побочной пользы станция принесла бы не меньше. Как появилась вода на Земле и на Луне? Занесло ли ее туда кометами? Можно ли при исследовании Луны поймать и исследовать более сложные молекулы из верхних слоев лунного грунта? Сохранились ли они в полярном холоде за миллиарды лет? Не спрятаны ли подо льдом разгадки развития всей Солнечной системы? Такие вот стояли вопросы перед маленькой российской многоножкой. Такой был у нее потенциал принести пользу. И весь мир бы знал, что именно российский проект дал конкретные ответы на множество лунных вопросов, которые в деле космического бороздения Вселенной продвинули бы человечество вперед. Ничего лишнего, никаких перекосов. Все на бумаге смотрится по уму. По итогу Луна-25 выглядела, если не чудом инженерной техники, то очень удачным и компактным решением для множества задач. Гордиться настолько полезным и качественно упакованным космическим гаджетом было вполне оправдано. И 11 августа старт станции состоялся успешно. 14 числа она уже хвасталась красивыми фоточками из космоса, а 16 августа вышла на лунную орбиту. Все системы работали штатно. 17 августа лунная станция, купаясь в лучах общественного внимания и ощущая себя причиной российской гордости, уже отправляла домой более полезные фотографии. Ну а дальше вы знаете. 19 августа Роскосмос отправил аппарату сигнал выдать импульс для формирования предпосадочной орбиты. Однако вместо нужной траектории станция улетела не туда. Связь с аппаратом пропала, а пара дней поисков ни к чему не привели. Есть разные версии неполадки от неверно заданного импульса до недоработок в программном обеспечении из-за поспешного запуска. Мягкой посадки не получилось. Луна-25 на скорости столкнулась со спутником и разбилась вместе со всеми приборами на борту. Так бесславно на сегодня завершилась многолетняя история межпланетных проектов российского государства. И никакого будущего этих проектов сейчас не предвидится. Отправить двухтонную табуретку за 400 тысяч километров и посадить ее на ровное место, которого с Земли даже не видно, задача архисложная. В космических делах аварии неизбежны. Это нормальный путь прогресса. Но ненормально, когда об очевидной поломке национального важного проекта людям не сообщают почти два дня. Когда большие чиновники, не желая приносить плохие новости, до последнего скрывают новость о крушении лунной станции. Ненормально, когда в стремлении переложить на других ответственность корпорация «Роскосмос» вновь проявила себя как государственная система в миниатюре. Конечно же, сформирована особая комиссия из коллективных рогозиных, которая жестко и строго возьмет ситуацию на личный контроль. Эта комиссия обязательно найдет причину провала в каком-нибудь неверном расчете и назначит виновных. Но ведь все мы понимаем самые очевидные причины космического провала. Этим причинам уже много лет, и все они связаны с коррупцией, утечкой мозгов и распильным финансированием. Пока эпатажный Илон Маск сыпал остротами и развивал свои фелконы, наш эпатажный Рогозин просто сыпал остротами. Пока чиновники «Роскосмоса» хвастались успехами надежных союзов образца 60-х годов, на рынок пришли китайские, индийские и американские специалисты и предложили подвинуться. А отношение к ученым? Достаточно открыть сайты с вакансиями «Роскосмоса» для инженеров и трезво содрогнуться от предложенных зарплат. Потенциально прекрасная «Луна-25» пострадала от обилия накопившихся проблем, о которых все знали и которые никогда не решались. Советский Союз оставил много шрамов на наших странах, но также снабдил нас сильнейшей физмат-школой. До сих пор наши школьники массово берут международные математические олимпиады, а российские физики управляют крупнейшими научными проектами. Участие российских специалистов в адронном коллайдере до сих пор велико. Отправленная к Юпитеру европейская космическая станция «Джуз» никогда бы не улетела без наших физиков и инженеров. Крупнейшая стройка века, термоядерный реактор «ИТЭР» была бы просто невозможна без российского вклада. Настолько силен до сих пор постсоветский человеческий капитал. Наш человеческий капитал. Недавно вот был запущен российско-немецкий телескоп «Спектр-РГ», отлично работающий в рентгеновском диапазоне. Но после 24 февраля 1922 года немецкая страна отключила свою половину оборудования, сделав обсерваторию бесполезной. И так далее, и тому подобное. Все это звенья одной цепи. Чтобы достичь таких космических провалов в стране, где все гордятся Гагарином, а каждый второй школьник способен из груды железок построить мопед, надо было прям постараться. И проблема в том, что постарались изо всех сил. Постарались везде, во всех аспектах жизни нашей страны. Ну а в космосе сначала пошли назначения в Роскосмос по принципу лояльности. Затем стали повсюду насмехаться над шибко умными интеллектуалами, которым, значит, больше всех надо, и пусть валят, если что не нравится. И кто бы мог подумать, многие свалили. А потом все это перемножилось на смешные зарплаты ученых и несменяемость буквально каждого аспекта российского государства. А научное просвещение сменилось освещением ракет Кадилам. На советском наследии Роскосмос худо-бедно выживал до сих пор, летая на семействе кораблей с 60-х годов. Но 21 век требует другого подхода. Не через посадки и страх, а через развитие человеческого капитала. Не через культ силы и кумовства, а через качественное образование. Не через затраты на оборонку, а через вложение в науку. Не через коррупцию и государственные проекты, а через отчетность за каждый потраченный рубль и конкуренцию. Не через назначение в Роскосмос лояльных, болтливых и безмозглых аппаратчиков, а через привлечение лучших специалистов из огромного количества у нас имеющихся. Луна-25 могла стать российской научной гордостью. А успешная лунная миссия принесла бы славу и влияние России куда больше, чем тысячи эскандеров. Но из-за накопившихся проблем стала лишь очередной неудачей, как и ее предок Фобос Грунт. Но вся эта история, конечно, она не столько про этот конкретный проект, сколько про нашу страну. Страну, которая при власти напыщенных и тупых чекистов теряет все, что можно. Даже то, что, казалось, всегда будет нашей гордостью. Даже в ситуации, когда, казалось бы, ну никак невозможно потерять и это. Однако ж нет. Справляются. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова